Здравствуйте дорогие товарищи и друзья! Быстренькое видео, небольшое. Тот, кто занимается различными самоделками, изготовлением, часто сталкивается с необходимостью шлифовки и полировки всевозможных латунных деталей. Шлифовка и полировка очень трудоемкие занятия, нужно признать. Занимает кучу времени, обычно производятся шкурками различной зернистости. Мы же усовершенствуем этот способ, точнее попробуем полностью избавиться от наждачной бумаги. Имеется вот такая деталь, это бракованная монетка, должна была быть монетка, но что-то пошло не так. Очищаем тщательно. Тряпка пропитана растворителем. Нам понадобится емкость пустая, обязательно стеклянная, стаканчик воды. Вода обыкновенная H2O плюс хлор, то бишь с под крана. Поскольку мы будем работать с довольно опасными веществами, защита. Минздрав предупреждает, защита нужна обязательно. Мне подогнал один мой товарищ. Противогаз. Вперед. Засекреченная кислота. Нальем чуть-чуть. И сразу же воды. Чуть-чуть. Окунаем туда нашего подопытного. Для чистоты эксперимента очистим еще вот такую гривню, видавшую виды. А также 10 копеек. Также видавшую виды. Извлекаем. Очистка просто стопроцентная. По сути происходит травление. Здесь медь выделилась. Все крупные риски, которые были, практически полностью уничтожены. Для большей наглядности я предлагаю немного полирнуть гривню. Закрепим ее с помощью скотча на вот такой планке. И пошуруем к токарному станку. Установлен шерстяной круг. Очень мягкий. Пасты ГОИ или какие-либо иные чистящие, абразивные полировальные пасты не используем. Результат впечатляющий. Нужно признать. Хрен его знает. Может быть на камеру и не сильно хорошо видно. Поскольку поверхность лямцевая и камере очень сложно сфокусироваться нормально. Зеркало. И не нужно использовать фиговую тучу наждачной бумаги. Я думаю вы уже догадались. Технически подкованные товарищи. Что речь шла об азотной кислоте. Меня подогнал один мой коллега. Большое ему спасибо. Теперь процесс изготовления различных штуковин будет у меня более технологичным. Единственный момент о котором стоит обязательно упомянуть. Так это соблюдение техники безопасности. Лучше всего производить данную операцию на открытом воздухе. Допустим в гараже где-нибудь. Я поскольку в квартире вынужден задействовать противогаз. Пишите свое мнение в комментариях. До новых встреч. Но посран. Пока. Подписывайтесь на мою страницу в инстаграм. Кстати. Там выходят анонсы будущих видосов. Пока.